любовь и уважение эмерсон и герих давайте сегодня немножко поговорим о книге любовь и уважение периодически хожу в книжные магазины и вижу там такое разнообразие книг что понимаю что сейчас наверное не пишет только ленивый на любую тему можно найти книгу и люди являющиеся специалистами или только воображающие себя специалистами в той или иной сфере громким хором готовы давать советы и вот как из всего из этого многообразия выбрать действительно потрясающие максимально полезные книги я думаю только опираясь на рекомендации и рецензии других еще одна мысль пришла в голову что есть две категории книг как в общем наверное две категории людей те которые впервые делают какое-либо открытие их можно назвать законодателями мод или первооткрывателями и те которые потом подхватывают тренд и всячески его тиражируют копируют их можно назвать либо модниками либо поселенцами ну и как вы наверное уже догадались что лучше всего конечно читать книги из категории первооткрывателей законодателей мод книги тех людей которые впервые о чем-то рассказали и потом их идеи уже многие другие люди подхватили и растиражировали ну и теперь давайте перейдем непосредственно к книге любовь и уважение с данной книгой я впервые столкнулся 10 лет назад или около того и хотя сразу понял что книга важно и потрясающе но до конца я ее так и не оценил на то было несколько причин я читал много книг и и долго не останавливался ни на одной у нас же с женой еще не закончился букет на конфетный период и поэтому мы хотя и ссорились но мирились довольно быстро и бурно и жизнь так стремительно шла вперед что было много других не менее важных и значимых задач кроме того как вникать в науку о семье и и все же в своем списке топ книг в разделе семья книга любовь и уважение еще тогда заняла достаточно почетное место и вот настало наверное для меня время познакомиться с книгой любовь и уважение поближе поближе наша семья приобрела уже какой-никакой супружеский стаж ко мне стали обращаться за помощью в решении семейных проблем разные люди ситуация в мире развернулась максимально против семьи любви и верности и поэтому в этот раз я читал книгу долго вдумчиво я бы даже сказал не один раз сначала слушал ее в аудио формате потом купил печатную книгу и читал делая заметки прямо на полях прямо в книге отражая свои мысли по поводу прочитанного но потом начал делиться с другими почерпнутыми из книги знаниями в общем теперь я бы сказал что книга любовь и уважение это та книга которую нужно прочесть каждой семье хотя бы для того чтобы понять что мужчины и женщины разные и говоря одни и те же вещи они зачастую подразумевают порой совершенно противоположное а также для того чтобы понять какие ценности и принципы наиболее важны для мужчины в семье и в книге они звучат как покорение иерархия авторитет проницательность отношения и сексуальность а какие ценности и принципы наиболее важны для женщины ну и в книге они звучат как близость открытость понимание миротворчество верность и почтение также книга вводит такие понятия как порочный круг когда супруги постоянно высасывают друг из друга силы и энергию и такое понятие как энергетический круг когда единство супругов один плюс один равняется 11 и может быть наиболее важное понятие как победоносный круг когда супруги понимают цель и смысл своей жизни и выполняют свое предназначение вместе и вот теперь прочитав и проработав книгу любовь и уважение я могу смело предлагать ее для прочтения тем супругом которые просто хотят научиться любить друг друга тем супругом которые хотят лучше понять друг друга а также ссорящимся и обижающим и обижающимися друг на друга супругом также супругом которые устали от постоянной ругани супругом которые уже почти отчаялись супругом которые уже даже оступились и даже супругом которые уже даже разбежались но порой с надеждой посматривают в сторону друг друга ну и конечно молодым людям которые только готовятся к семье можно сказать что что практически любому человеку, который так или иначе задумывается о семье, я бы рекомендовал эту книгу прочитать. Ну и не только кто задумывается, а кто и живет с семьей, у кого стаж большой, у кого много разных опытов, в любом случае лишним не будет. Ну и добавлю еще, что для меня Эмерсон и Гериха и его книга «Любовь и уважение» это именно как первооткрыватели или как законодатели мод. Получив откровение о важности комбинации любви и уважения для мужчин и женщин в семье, Эмерсон и Герих оставил все свои дела и занялся досконально исследованием одной этой темы. Это откровение показалось ему настолько важным, что он фактически за всю свою жизнь написал только одну книгу и без колебаний посвятил всю свою жизнь тому, чтобы обучить как можно больше людей по всему миру идеи любви и уважения. В книге приводится множество различных историй разных супружеских пар, что делает прочтение книги еще более живым и приближенным к реальности. Ну и далее, чтобы не спойлерить, приведу только лишь цитаты, и даже цитаты не из книги, а некоторые свои мысли, записанные на полях данной книги, но, конечно, которые появились в результате прочтения книги. Часто жена любит мужа, но не принимает его таким, какой он есть, в меру сил стараясь его переделать. Муж думает, раз она старается меня переделать, значит презирает. За любыми поступками жены кроются добрые намерения, но мужу от этого не легче. В конце концов, унижение есть унижение, даже если оно происходит с добрыми намерениями. Муж еще не успел сообразить, что произошло, а уже получил ультиматум, чтобы он забрал свои слова обратно и извинился. Презрение – это наихудшая сила в браке. Если мужу нужно заслужить уважение жены, тогда она встает на позицию госпожи, а он как слуга, который может в награду за свое служение порой получить секс. Это совершенно неправильная постановка вопроса. Жена плачет, скандалит и упрекает мужа, потому что хочет его крепких объятий. Безусловная любовь и безусловное уважение возможно только с Богом. Любить супруга – фактически это мое посвящение Богу в первую очередь. Жена кричит, муж молчит. Жена кричит еще больше, обвиняет его в бесчувственности, а муж просто впадает в ступор, потому что он не успел осмысленно ответить. Жена кричит, так как ждет взаимных извинений и объятий. Мужчине нужно стать достаточно сильным, чтобы выдерживать весь гнев своей жены. Любить – значит делать. Это глагол, независимо от настроения и чувств. Понимать не обязательно, а вот любить – обязательно. Ссоры порой помогают быть в тонусе. Главное, чтобы супруги были вместе, несмотря ни на что. Первая любовь – самое важное, поэтому даже не нужно думать о разводе. Если сложно молиться, то нужно проверять свое супружеское единство. Без жизни на благо партнера счастье в семье маловероятно. Главное – выполнять свою собственную ответственность. Если не можешь сказать что-то хорошее, то лучше промолчать. Вот такие вот мысли, как мне показались, были наиболее важными для меня. Я их выписал для себя. Но, может быть, важными покажутся и для вас. Но, конечно, самая главная моя рекомендация – это просто взять книгу, найти ее в аудиоформате или просто пойти в магазин докупить ее и прочитать книгу «Любовь и уважение» Эмерсона и Гериха. В любом случае, время, потраченное на эту книгу, оно не будет потрачено зря. Если же вы эту книгу уже читали, то обязательно в комментариях поделитесь, насколько вам это было близко, что понравилось, что не понравилось, какие выводы вы для себя сделали, может быть, какие-то идеи вы хотели бы особенно подчеркнуть. В любом случае, такая обратная связь будет очень ценна и важна. Ну вот, на этом тогда завершаем. Спасибо вам большое. Читайте книги. Спасибо. Спасибо. Спасибо.